И я вас категорически приветствую. Здравствуйте. Михаил Васильевич, здрасте, Валим Саныч. Добрый день, всем привет. Здравствуйте. Не так давно был в санатории, и в перерывах между целебными клизмами и радоновыми ваннами делать нечего, смотрел телевизор. В телевизоре шёл новомодный сериал «Спящие». Не смотрели ли вы его? Я смотрел, но как раз у меня другая была ситуация. Времени совершенно не было, потому что обстоятельства жизни таковы. И тут вдруг, когда я мою посуду, я слышу, как его ругает эхо Москвы. Ну, так ругает, только до этого так убедительно, можно сказать, доказали, что люди искусство. Любой отрасли – это такие люди, возвышенные, их нельзя, у них тонкий такой характер, склад, нельзя их трогать, нельзя критиковать, надо уважать любую точку зрения. И тут как бешеные звери набросились на этот самый фильм «Спящий», и настолько они его грызли, и говорили, что он бредный, уничтожить, спалить, ну, чуть ли не убить этого самого режиссёра. И то, что он вообще-то был хороший, его хвалили, а он такое тут сделал и так далее. То уже почти Левиафана снял. Да, всё. И вдруг такое. Ну, я понял, что надо посмотреть. Кстати, вы обратили внимание, что все кричали про режиссёра, а про сценариста никто ничего не кричал, который всё это придумал. Да, придумал сценарист, кричал про режиссёра. Ну, они, видимо, искали, кто человек наиболее, так сказать… Уязвимый. Уязвимый. А кто более уязвимый? Ну, такой человек, который занимается искусством, художник. Художники что ждут? Что их будут хвалить? Ну, что ещё им надо? Денег им не надо. Им надо, чтобы влогировали и давали цветы. А тут вдруг на них, на него набросились. Ну, и я думаю, что люди там, которые уже бывали в такой ситуации не раз, все знают, что если вы сделаете что-то хорошее, это, в общем-то, никто обычно не заметит. Если вы сделаете получше, тоже никто не заметит. Если вы сделаете очень хорошее, то наряду с теми, кто вас похвалит, обычно хвалят очень редко, на вас накинутся и будут, так сказать, травить, потому что поняли, что вы серьёзно делаете, работаете, серьёзное что-то сделали, и поэтому оставить так просто не могут без этого, и без того, что и попытаются стоптать. Но мы из области искусства знаем из литературы, как к этому относиться. Вот в своё время ещё Некрасов говорил, что мы слышим звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках ослабления. Это называется творческая ревность. Нет, это, я считаю, вот это высшая оценка. Я считаю, что режиссёр получил высшую оценку, какую только можно получить. Это выше Оскара. И выше Дики, правда? Металлов твёрз, он и выше пирамид. Высочайшую. Ну, я, наверное, передам эстафету Клима Александровича, он наверняка начнёт сейчас накинуться на этот фильм и тоже будет ругать. Я отчасти. Вы нас диалектически учили ко всему подходить, вот так мы и подходим. Посмотрел я его абсолютно случайно, я вообще не знал, что есть такое кино, я просто люблю иногда, когда вот выдаётся минутка спокойно, так сказать, раздумчиво съесть обеда, я обычно включаю что-нибудь. А приходится сидеть в 8 сериях. Можно по 8, как раз на неделю хватит. Поэтому понятно, почему у вас такой настрой негативный в целом. Фильм это на самом деле, вот у него есть положительные черты, есть отрицательные черты, положительная черта у него, конечно, несомненно, он снят, даже удивительно для отечественного сериала, очень неплохо. У него вот всё, что должно быть красиво-красиво, всё, что должно быть некрасиво-некрасиво, звук радует, актёры ходят в нужную сторону, все кривляются вовремя, камера стоит с нужной стороны, всякие модные приёмчики кинематографические, там так, эдак всё, там сдвоение кадров, всякие разные длинные планы, про это смотреть приятно, откровенно говоря, глазу. Тут следует сразу отметить, что ремесленная часть в родной стране уже подтянулась туда, куда надо, смотреть не стыдно и показывать не стыдно. Это когда как, т.е. они могут. Если захотят. Если захотят, да, потому что периодически снимают фильм «Крым», извините. Там тоже красиво, наверное, нет? Нет. Хорошо, я не смотрел. Там Крым красивый, всё, что вы делаете руками, лучше бы вы этого не делали. Так-так. Да. При этом я, конечно, не сильно разбираюсь, так сказать, как специалист, но на основании общей эрудиции и банальной логической проверки, или там не совсем банальной логической проверки, всё, что там показали, как работают спецслужбы и, собственно говоря, противостоящие им шпионы, я бы так делать не стал. Ну, точно совершенно не стал бы, потому что иногда это отдаёт какой-то такой дикой глупостью. То есть, они секреты не раскрыли работы спецслужбы, в том числе и секреты ФСБ не раскрыли? Так они бы хотя бы раскрыли все эти секреты американских шпионов, они же нам враги, чтобы каждый гражданин мог сразу опознать, ага, побежал, 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 вот он он, и позвонить куда следует. А после такого фильма никто никуда не позвонит, потому что не раскроют шпиона. Он и шпион, а каждый гражданин не опознает так просто. Ну, хотя бы старался бы. Он и шпион. Хотя бы постарались. Ну, вот у нас форма практически прекрасна, а содержание? Содержание как бы посыл, что нас окружают, в общем, недоброжелатели, которые не всегда хотят нам только добра, а иногда хотят нам ещё и не добра, абсолютно точно, вот так оно и есть, и почему-то вдруг это дошло до… Открытия. Наших творцов, они прям так, офигеть, сразу вспомнились замечательные сериалы советской поры, как-то там «Ошибка резидента», «Резидент» и прочее, там фильмы «Тассу полномочен заявить», очень похоже, кстати говоря, по посылу, что есть нехорошие люди, которые на нашей стороне ничего хорошего не хотят, при этом они со своей стороны вполне высокопрофессиональны, мотивированы, у них есть какие-то свои идеалы, они их отстаивают, и это просто не совпадает с нашими. И с ними, что называется, интересно работать, поэтому злодеи там есть, злодеи вроде как опасные, но с другой стороны, конечно, что как только в злодеев углубились как в персонажей, там выяснилось, что лучше бы не углублялись. А вот, отскакивая чуть-чуть в сторону, «Тассу полномочен заявить», «Ошибка резидента», там всё понятно было, здесь мы строим коммунизм, а тут отсталые капиталисты гадости какие-то продолжают творить, и они не хотят коммунизма. Бессильные злодеи, хватаются кровавыми лапами за колёса нашего социалистического трактора, там всё понятно было, противостояние двух систем. А вот коммунизма у нас больше нет. Мы же теперь всех любим, и у нас вокруг друзья, как же так? Нет, мы всех любили в 90-е годы, сейчас уже не всех. А почему? Не все любят. А потому что уже наелись, потому что увидели, что в 90-е годы… Так мы же друзья. Мы с любовью, а нас стали разрушать, и довели до того, что, скажем, состояние экономики упало вдвое, в два раза меньше стало. И вот это вот удвоение ВВП, с которым выступал ВВП, Владимир Владимирович, оно сводится к тому, чтобы дойти до уровня 90-го года, не дошли, скажем, по машиностроению, по танкостроению, по другим, а из нас хотели сделать банановую… И делали уже, успешно делали, уже делали банановую республику, которая должна ресурсы свои вывозить на экспорт, от них маленькая прибыль, а от переработки, как вы понимаете, все это уже знают, самое основное. Возьмите Японию, там ничего там нету. Они прекрасно живут, потому что они покупают ресурсы и после этого обрабатывают и продают. Вот эта ситуация, которая была в 90-е годы, она постепенно выправляется, можно сказать. И в этом отношении особо большую роль сыграли санкции, потому что никакой агитации… Я вот к этой агитации тоже причастен, что надо развивать там аж своё машиностроение, свою промышленность. Бесполезно. Бесполезно. Но сделали санкции, спасибо государственному департаменту, спасибо президентам американским, спасибо Трампу, который продал эти санкции, все поняли… И ЦРУ спасибо. Спасибо, потому что никто нам не собирается давать ни новые технологии, ни прочее… Но, между прочим, наши ракетные двигатели РД-180 покупают Соединённые Штаты Америки в условиях вот таких санкций. И они ставятся на ракеты «Атлас», и ракеты «Атлас» без них не полетят. И поэтому, когда решил Конгресс в лице своей верхней палаты, так сказать, тоже установить санкции, Пентагон потребовал, чтобы это они делали, и пошли навстречу, и теперь у нас будут где-то до 22-го, до 23-го года покупать наши ракеты. А сами они сделали аналогичные ракеты. Эти ракеты взорвались, испытания показали, что они не тянут. Вот приходится вот к нам обращаться за вот такими высокотехнологичными вещами. Ну, и денежки платят, а кто… Или построили в тупом совке 30 лет назад вот эти высокотехнологичные деньги. Мрачные годы тоталитаризма и культа личности, как сейчас говорят. Там айфоны? Да, там айфоны, по которым можно узнать, кому вы звонили, когда звонили, по каким… С кем разговаривали и так далее. Полезный прибор. Да, так сказать, всё открытое. Так что я хочу сказать, что, безусловно, этап такой тут очень важный в этом отношении. И на практике мы узнали, что у нас просто было уничтожение, разрушение. Ну, а мы пробовали, так сказать, вот так вот с позиции любви и думали, что… Ну, правда, не все так думали, я, например, так не думал. По-моему, это с позиции идиотии. С позиции идиотии, что, я сказать, они нас будут обнимать, а они встали и стояли на той позиции. Да и неважно там, какой у вас общественный строй, какая разница. Россия очень большая, народу сравнительно мало. Тут мы подходим, по-моему, к самому главному, что на коммунизм их никогда не интересовал. Не, не интересовал, но в последнюю очередь. Главное – это же ресурсы забрать, этот народ отсюда убрать или поработить, а здесь, так сказать, все это справедливо, распределить эту территорию между другими странами. И тут вот, как говорится, государство любое уже мешает. И это они продемонстрировали нам еще не на примере нашей стороны, потому что у нас ядерное оружие, у нас есть ракеты соответствующие, средства доставки, и пока они ничего не могут сделать. Наследие кровавого тоталитаризма. А зато, пожалуйста, они показали, что можно разбомбить Югославию. Югославия не социалистическая страна была, ее уничтожили. Взяли и уничтожили. А у тебя много-много-много осколков осталось, уже никакой роли в политике не играющей. Вот у нас тоже хотели осколки сделать. У нас зачем есть правительство в каждом субъекте федерации? А что это за субъекты федерации? Когда это был… Вот у нас сохраняется еще как бы федеративный договор, придуманный при Ельцине. А что это такой федеративный договор? Смоленская область когда договорилась с Орловской, Орловская с Тамбовской, Тамбовская с Курской областью Черноземной, когда договорились о том, что они входят в федерацию. То есть, единую централизованную страну, в которой только были автономные республики, я имею в виду РСФСР, ее уже сделали в таком виде, что как бы они соединились, а могут и разъединиться. Это что же, Ельцин заложил атомную бомбу? Да, и более того, значит, уже уставные суды, были 13 уставных судов, правда, работали только 4, правительство везде, у нас 2 правительства на одной площади, на площади пролетарской диктатуры, правительство Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У нас там все это намешано. Поэтому все было приготовлено к разрезанию, и поэтому вот этот процесс, в котором участвовали уже наши спецслужбы, это точно, вот, я не имею в виду Бакатина, который олицетворял КГБ, возглавлял КГБ, так сказать, ФСБ, и он был просто агентом американских спецслужб. Поэтому, если вот в этом фильме показывают некоторого крота в ФСБ, ну это мало, то есть это может быть и в ФСБ везде, вот чем хороший этот фильм, что он не ходульный. И я вот могу сравнить его только с двумя, так сказать, вот такими, или с двумя периодами и с художественными произведениями двух авторов. Это, во-первых, Шолохова «Тихий дон» и «Поднятая целина», где он рассказывает о борьбе, которая была в переходный коммунизму период. Ну, это уже всем понятно. Ну, вот тут белый, тут красный, хотя белые потом переходили в красный, красный переходили в белый. Но это мы не художественные достоинства сравниваем. Мы смысловую нагрузку как-то не дотягивали. Я не специалист по художественной оценке. По художественной оценке все признают, в том числе противники фильма вот этого. Это нас освобождает от того, чтобы тут на этом останавливаться полностью. Что да, он хороший режиссер, но как именно потому, что он хороший. Зачем ты такие идеи здесь проводишь? Ну, тогда это претензии, прежде всего, к сценаристу. Теперь был такой фильм. Режиссер должен оказаться такой снимать. Прочитав, ты говоришь, должен был своему бежать. Хороший режиссер, да, должен был своему бежать. А вот такой вопрос глобальный. Что вот теперь мы поняли, не все, конечно, но в массе поняли, что от Запада ничего хорошего ждать не следует. Ну, что-то хорошее там. Да, там есть чудесные машины, великолепное кино снимают, одежду шьют, самую модную и самую качественную, и вообще всё прекрасно. Ну, это не суть политики. Да, с материальной точки зрения. У нас никто ничего подобного устраивать не хочет, ни высокотехнологичных производств, ни красивую одежду развивать, ничего не хотят. Ну, говорят, что хотят. Говорят, да, получается как-то наоборот. И вот, есть силы внутри страны, которые хотят что-то организовать у себя, в том числе, благодаря санкциям, а есть силы внутри страны, которые хотят всё это сдать. Ну, т.е. фильм, собственно, об этом, о том, что в нашей среде существуют, не побоимся таких слов, агенты влияния и настоящие агенты, которые ведут подрывную работу и хотят, так сказать, сдать всё это дело Западу. А вот у нас был телесериал про советское время, про социалистическое время, вспомните, «Вечный зов». Да. А вот там был такой Полипов, это кто такой был? Он был секретарь райкома сначала, потом председатель исполкома, а потом, когда немцы пришли, он стал служить немцам. А вспомните, там был Ниходулин, там были такие последовательные люди, как там Кружилин, допустим, или там вот Иван, который пострадал, подсказать, от каких-то репрессий, которые незаконно на него обрушились. Ну, там был Лохновский, который, как говорится, давно, так сказать… Излагал план Даллеса. Да, давно и откровенно боролся. Ну, и там был запутавшийся такой Фёдор, который был в Красной армии, но потом который в конце концов ушёл к гитлеровцам. Поэтому вот фильм про советское время, и что тогда уже выяснилось. И художники, ну, крупные такие художники, которые видят жизненные противоречия, они что написано там вот здесь, если звёздочка есть, значит красный, а если звёздочки нет, значит, какая-то другая полоса, значит белый. То есть, которые разбирались в жизненных противоречиях того общества, которое называлось первая фаза коммунизма. Разбирались. Ну, и нам надо разобраться в противоречии этого общества. Для этого надо, как вот говорил Анатолий Ливанов, сунуть нос в кипяток жизни. Вот эти товарищи, которые сделали этот фильм, они сунули нос в кипяток жизни, потому что они отсчитывают 15 лет назад это время, в течение которого все эти агенты, которые завербованы и в самых разных сферах находятся, они предоставлены были сами себе. Ваше дело забираться как можно выше. И они забирались как можно выше. А потом им говорят, просыпайтесь. Но у нас ведь кроме них есть те, которые… А я и не сплю. А если не спят, есть такие, которые не спят. И которые, во-первых, спят и видят, чтобы разрушить Россию, и чтобы она была сдана в угоду интересам Соединённых Союзов Америки как крупнейшей империалистической страны. И это факт. И мы таких людей знаем. С этой точки зрения, вот скажем, была отличной, были телепередачи, суд времени. И я считаю, вот Кургинян большое дело сделал, когда он либералов, так сказать, критиковал. Мордый обстул. Да, причём блестяще это делал. И причём не пасовал перед ними, а показывал, что они на самом деле извращают всю нашу историю. Но это история. А вот в этом фильме показано, что вот сейчас есть такие люди, они сейчас всё мешают, они сейчас всё тормозят. И если люди не видят этой борьбы внутренней, и думают, что вот просто есть хорошие люди, они стараются работать, но немножко берут денег себе в карман. Ну, во-первых, они немножко берут. И как-то у тех, кто берёт деньги, у них это очень связано и с идеологией. Потому что тот же самый Улюкаев, у которого 580 миллионов нашли денег и драгоценностей дома, и 1 миллион долларов на счетах, и ещё 24 участка. Поэтому про этот может про чемодан даже и не обсуждать. Ясно, что это не трудовые доходы. Он же при этом всё время говорил, что ну ничего, что у нас это всё ниже и ниже темпы. Приспосабливайтесь к худшим условиям. Мы должны, ну потяните как бы, ремешки-то свои. И это всё ведь продолжается. Потому что там таких сторонников много осталось. И я бы привёл очень такой серьёзный аргумент. Есть академик Глазев, советник президента, который в своём докладе Межведомственной комиссии Совета Безопасности России сказал, в докладе можно открыть и прочитать, что весь наш финансово-экономический блок, куда надо отнести Центробанк и Министерство экономического развития, действуют в интересах иностранных государств. И действуют. Поэтому кредиты получить нельзя. В любом случае, если деньги все кому угодно могут идти, спекулянтам и прочее. Но до производства они не могут дойти при такой... А надо ли для этого быть завербованным ЦРУ? Не надо. Не надо. Я поэтому хочу... А вот как раз персонажи этого фильма, вот в этом его достоинство показывает, что несмотря на то, что они завербованы, и помимо того, что они завербованы, они и день на зам, и душевно, и сердцем, и умом. Они живут в этом. И они мечтают, вот этот Иван, который тут руководил газетой, газете работал, которого поставили как, так сказать, того, кто может заменить старого главного редактора. У нас есть такие средства массовой информации, где надо старого редактора уже менять. И уже подросли некоторые. И вот этот самый Иван же мечтает с кем стать? Завать делом Нью-Йорк Таймс. И он уж и жену свою зовёт. И так когтирует. И всяко, когда она, так сказать, не согласилась, он же что сделал? Он же её телефон приложил на то устройство, которое должно взорваться, и он, между прочим, мы ещё и звонили... Там такие оперативные ходы, что только мокрыми тряпками обложил голову можно смотреть. Ну, да, понятно, что сволочка. Так что в этом же преимущество, что здесь это не просто вот его завербовали, и он за деньги, вот такие. То есть, вот не так. Они все идейно вот эти завербованы. А есть ещё незавербованные. И я вот, готовясь к этой передаче, думаю, надо посмотреть, что такое агентство в русском толковом словаре. А там написано, это либо представитель какой-то организации, или страны, или державы. Торговый агент. Торговый агент, налоговый агент и так далее. Или действующий в интересах. У нас действующих в интересах иностранных государств пруд пруди. Если люди этого не замечают, они никак не смогут телегу нашу вытянуть, чтобы она двигалась. Потому что вообще в мире темпы роста средние 2%. Скажем, в Америке 2,7%. Теперь, значит, в Китае 7,2%, который намного больше имеет объём. У нас всё 2%, меньше 2% в объёме ВПП от мирового, а в Америке 15%. А у нас, значит, одни хоть пытаются эти колёса крутить, а другие крутят в обратную сторону, и всё это тормозят. И если этого люди не видят, то мы никогда не вылезем из трясины. Отвлекаясь в сторону, недавно выступил Си Цзиньпинь, показали по телевизору, и многие внезапно узнали, что Китай им руководит коммунистическая партия. А оказывается, это успехи коммунистов. Вот так открытие. А некоторые безграмотные люди говорят, ну какой же там коммунист? Там же есть капитализм. Так это переходный период от капитализма к коммунизму. Слово становление люди не совсем понимают. Не понимают люди. Мы тут разжёвывали, что переходный период – это становление. В нём есть возникновение, когда вы от капитализма идёте к коммунизму. И в нём же есть и прихождение, когда вы от этого коммунизма тут же, в это же время идёте назад к капитализму. Одни туда тянут, другие сюда. Но именно благодаря тому, что есть всё-таки коммунистическая партия, есть твёрдые позиции, всё-таки они двигаются вперёд. А если мы будем стоять на той почве, пусть расцветают все цветы, и все они одинаковые. Значит, у нас четыре колеса, два колеса в одну сторону крутятся, два колеса в другую, причём одно колесо крутит в другую сторону, те, которые завербованы, второе колесо, те, которые вообще не завербованы, а просто они крутят. А на третьем колесе у нас висят люди, которые просто деньги в карман себе раскладывают, их не интересуют никакие, и страны, и Россия, и Америка, тем более фильмы, и телефильмы, и так ничего не интересуют. Деньги давают. И остаётся одно колесо, которое должно крутиться, и ещё принцип такой, что у нас приоритет личных интересов. А в этом гонелом Китае там приоритет общественных интересов. Да. В чём дело? А у нас личный, если я принципиальный человек и встал на государственный пост, то я должен вообще что делать? Набивать себе карманы. Вот согласитесь? Как вы считаете? Ну, конечно. Ну, это у нас приоритет личный. Ради чего? Да? Должен я набивать себе карманы. Зарплата небольшая. И вот эти люди, которые на эту позицию становятся, они, когда мы говорим о том, откуда они берутся, не надо их вербовать, они на самом деле будут по существу, если продлевать эту мысль дальше, они будут тормозить, то есть они хотят, они же не хотят просто поехать в Америку, они хотят там быть богатыми. В Америке богатым плохо, они это тоже знают, не такие они дураки. То есть надо где-то набрать, или там пускай уже набирают, или они здесь наберут и перешли. Здесь наберут. Ну, во всяком случае, во всяком случае, надо к этому подготовиться, и они все готовятся, и они долго там готовятся, а для этого надо что-то делать в интересах иностранных государств, чтобы там приняли, потому что если вы просто так приедете, вас же не примут. Наоборот, отнимутся. Наоборот, да. Клим Саныч, вот в кругах, к которым мы имеем честь принадлежать, есть две дефиниции. Первое – тварь вербованная, а второе – просто тварь. А вот с той точки зрения, какая тварь опаснее? Вербованная или невербованная? Тут опаснее не тварь вербованная, или тварь невербованная, или какая-либо вообще тварь, а опасно то, что в этом фильме показано, но не проакцентировано, в силу того, что художник буржуазной эпохи живёт внутри буржуазной эпохи, он этого не может обозреть, находясь, так сказать, внутри, а не со стороны. Художник буржуазной эпохи нарисовал противостояние двух капиталистических хищников, и вот это опаснее всего, потому что у нас есть капиталистическая Российская Федерация, которая противостоит капиталистической стране США. И это, кстати говоря, в фильме показано очень хорошо, потому что там, как мы помним, начальник ФСБ, какой-то генерал, я не помню, какой он там должен занимать, ну короче говоря, большой контрразведывательный начальник, он дружит же с американским резидентом, уж неважно, как он узнал, что это такое. Он вежливо разговаривает. Но это, конечно, быть этого не может, потому что резидента он бы никогда не узнал в жизни, естественно, это быть не может, но неважно. Они же там показаны, как, в общем, они друг друга не испытывают ничего неприятного, это два момента одного нечто, и этот капиталист, и этот капиталист, и в общем, они защищают одно и то же, только у этого интереса с одной стороны Атлантики, а у этого с другой, а на самом деле они же одно и то же, ну а раз они одно и то же, то опасность-то в том, что в капиталистическом мире всё продаётся и покупается, и вот при чём тут тварь вербована или не вербована, если это одно и то же существо, которое просто разделено объективными интересами, что эти хотят ограбить нас, а мы не хотим дать ограбить себя, ну если они договорятся, это во-первых. А во-вторых, что чем бы это противостояние не закончилось, в итоге простому человеку, вот к тому самому, который в фильме ходил по площади, которого там чуть не взорвали, или взорвали, так сказать, вместе с китайцами в этом ресторане, потому что когда взорвали ресторан с китайской делегацией, там погибли не только китайцы, но ещё и отечественные официанты с поварами, или там случайные прохожие, которых посекло осколками на улице, так вот обычному человеку от выигрыша одних капиталистов или поражения других, скорее всего, принципиально лучше или хуже, не будет, потому что как только победят одни капиталисты других, например, наших, американских, они превратятся по отношению к своим рабочим в точно таких же капиталистов, каким были бы завоеватели американцы. Только для этого нужно подождать немножко, в этом, конечно, есть большой плюс, потому что, как сказано было в отличном фильме «Белое солнце пустыни», хотелось бы ещё немного помучиться. А вот, Крюсович, а можно с вами поспорить? Конечно. Я не хочу поспорить по сути, по сути вы всё разложили очень хорошо, но мы же сейчас живём, так сказать, как бы сказали, вот одно государство капиталистическое, другое, а есть ещё у нас полтора миллиарда, которые живут в социалистических странах, надо их тоже учесть, давайте их учтём. И ситуация сейчас в мире такая, что вот крупные государства, такие как Россия, Индия, Бразилия, Южная Африка и Китай, они соединяются, зачем, ну как они соединяются, в разные организации, и в Шанхайской организации с сотрудничеством, Индии и Пакистан, вместе с Китаем и с Россией. Они соединяются, вот БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Сауф, Африка. Зачем они соединяются? Потому что по всей теории империализма, которая в чистом виде, вот вы точно как Ленин всё здесь сложили сейчас, но тогда был империализм, и здесь узкая группа государств, она ещё меньше стала, потому что раньше были там империалистические хищники, друг друга грызли. Даже в Бельгии была империалистические хищники. После Второй мировой войны есть всё уже централизовано, есть самые крупные, он командует всем делать санкции, не делать санкции, ни Германия, ни Франция, ни Япония, никто тут слово, ну слово-то могут сказать, немножко поворчать, но они делают то, что им скажут. А ситуация такая, спастись от этой напасти, мы вот здесь говорили о том, что американцы проводят политику фашизма на вектор, то есть у нас в самой Америке демократия, хотим убить там 50 человек из автоматов, будем убивать и 500 пораним, потому что у нас демократическая страна и можем пули. Это всё демократия. Торжество закона. Да, торжество закона и защита. Граждане вправе себя защищать, вот тот, наверное, себя защищал от этой толпы фестивальной, которая пришла, ему это не понравилось. А шумели очень. А, шумели, да. Люди могут себя защитить, для этого они вооружаются, и не надо проверять, с чем они идут, это у нас спецслужба проверяет, метро проверяет, чтобы за безобразие. Там тоже проверяют. Ну, плохо проверяют, там вот он в отель мог принести, сколько же он, 30, что ли, там, сколько, свобода, вот, а вы против, что ли, свобода? Конечно, нет. Мы же все за свободу. И вот в этой ситуации, ну, значит, ну, сколько нужно, ну, допустим, теории вот, вот этой теории они не знают, но они увидят просто на практике лидеры разных государств, в том числе и нашей страны, они видят, Югославию уничтожили, Ирак, хорошо, иракское руководство говорили, что вы не создавайте никаких средств массового, средства... Массового пункта. Массового пункта. Массового пункта. Массового пункта. Хорошо, они не стали создавать, тогда они прилетели, разбомбили это Югославию, уничтожили страну, и светское государство уничтожили на Ближнем Востоке, откуда можно считать, начало берет ИГИЛ и всякие вот эти религиозные террористические государства вроде Исламского. Так, значит, всю семью уничтожили, внука застрелили, так, этим же не кончилось, этим не кончилось, пошли в Ливии заниматься, а в Ливии было бесплатное образование, бесплатная медицина, но, конечно, там никакого социализма не было. Слава Богу, ничего этого больше не осталось. Всё, там это ничего не осталось, всё это разбомбили. Вдруг беженцы в Европе тогда, и вот, значит, представьте себе, тот же самый Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич есть, Медведев смотрит, всё, это кончится. А кончится тем же самым, если вы ослабеете, то вас с потрохами съедят. Вот это вот всё по теории, строго по теории, которую Ленин раскладывал, вот ничего тут такого нового нет, это вот должны все, наконец, усвоить из жизни на практике. И что тогда? А есть вот такая группа стран, в том числе, есть Китай, который вас не съест. Что нужно делать? С ним дружить. И там же вот сначала кажется странным, я думаю, ну какая-то ерунда какая-то, какой-то газовый контракт, и всё завязано в этом фильме, вспомните, на газовый контракт. Сначала убивают того, кто там подготовку делал, его для этого задерживают, и в этом ТопЭнерго участвует, не ТопЭнерго, а человек из ТопЭнерго, который агент. И один агент из Министерства иностранных дел, как известно. И вот через некоторое время получается так, что этот человек пропадает, убивает, потом всё время пытается весь фильм, пытается сорвать этот газовый, даже этот Нефёдов разговаривает с представителем бизнес-кругов Китая, тоже там эта точка есть. Потом вот эта делегация, которую все взорвали. Ну вот я думаю, это достаточно было то, что было сделано с помощью спящих и неспящих, смотрящих и следящих, достаточно было, чтобы сорвать этот вот контракт. Единственное спасение на сегодняшний день от американского господства для капиталистических стран, которые точно такие, как вы и обрисовали, они эксплуатируют. У нас, скажем, у нас за последние три года отобрали 10% у граждан дохода реального, это написано в российской газете. У нас зарплата вернулась на уровень 2013 года, составляет 92,5% от уровня 2013 года, 92,5%. У нас доходы на гражданина 90,5%, поэтому я только дополнительные аргументы к тому, что вы сказали. Но! Но тут вопрос стоит о жизни вообще, о существовании страны и жизни, и смерти. Если вы не хотите, чтобы вас разорвали, ну скажем, если руководство не хочет, чтобы его разорвали, как Маамара Каддафи, просто разорвали. Разорвут и Путина, и разорвут также, еще и скажут, и некоторые наши хорошие, любимые радиостанции скажут, вот, наконец-то, справедливость возрастовала. И прямо об этом говорят, и постоянно на эту тему вещают, пользуясь демократией, которая существует, буржуазной, которая у нас существует тоже в России вполне, так сказать, хорошо, и мы ее приветствуем в этом смысле слова. Она дает возможность высказываться, в том числе и нам. Ну вот, так вот что здесь показано? Что вот эта вот попытка, вот это не такая сильная там попытка завязать отношения. А помните, как долго эти подписывались газовые контракты? Очень долго. На самом деле это вот… А сейчас пошло сближение. То есть, на самом деле они вот взяли самый нерв. Вот это вот. Я не знаю, я не думаю, что они политэкономы, и что миная их вот сценарист, он занимался изучением современного мира и так далее. Ну, я думаю, что… Ну, она все витает в воздухе. Ну, это люди, я думаю, что это очень талантливые просто люди, люди искусства. То есть, как так вот… Вот в этом и, по-моему, силы этого фильма, что они как раз вот, как бы отвечая на вашу критику, и сказали, так нет, у нас же вот вопрос об этом идет, что Россия хочет присоединиться к этому Китаю, чтобы вместе их не съели. Китай останется в переходном периоде, Россия, тем более в России некоторые считают, что он может, уйдет на завтра капитализм, а некоторые прямо… Я знаю представителей левых коммунистических партий, которые… Да это вообще капиталистическая страна, да нет там никакого коммунизма, да это все ерунда, это все только красное сверху помазано и так далее. То есть, некоторые… Дескать, мы соедимся, и потом, значит, собственно, Россия еще и поможет этому процессу. И вот тогда, когда идет этот процесс, то вот фильм и это схватил вот эту вот самую струну современного мира, и это относится не только к России, это также к Индии. Вот сейчас Индия сближается с Соединенными Штатами Америки, они ее обнимают, и чем это кончится для Индии, вы знаете. Она уже обнимала ее Англия очень долго, много лет, теперь ее, значит, Соединенные Штаты Америки обнимают, теперь сближаются и другие страны, так сказать, с этой самой Соединенными Штатами Америки, они тут как-то пытаются вырваться из этого. А вот это единственная дорога, которая осталась, и вот тут проснулись те, которые спали, потому что им дали задание вот этого соединения с Китаем не допустить. У нас нет никакого соединения, у нас ни договор не подписан, ни военные соглашения, но, видите, встречи руководителей одной и другой страны регулярно проводятся, вырабатывается общая политика, общие позиции, ну и в основе лежит то, что вот если взять ракетно-ядерный потенциал России и США, тут пополам, неизвестно. Начнут они, и все, и неизвестно, чем кончится. А если взять ракетно-ядерный потенциал России и Китая, Китайский же не в счет идет, он же не входит за счет, так сказать, паритета, то он превосходит, и поэтому если Китай и Россия говорят, не тронь КНДР, ну и не тронут, поорали, поорали, покричали, покричали, Трамп повысказывался, повысказывался, это затих. А такое раньше бывало, чтобы с трибуны орать, мы вас тут 25 миллионов человек убьем. Рейган-орал. Преемственность. Рейган-орал, это из него, как и с Трампа, Трамп же тоже там у нас немножко в кино снимался, и Рейган, но Рейган правда много снимался. Ну вот, Клим Александрович, согласитесь, что тут есть эта нотка вот такая новая, в том смысле, что есть соединение страны капиталистической, социалистической, исходя из позиций сохранения, сохранения самой жизни страны, соображения безопасности, отсюда и органы безопасности наши тоже должны об этом думать, а вот они думают, что если вы хотите сохранить безопасность, то тоже ФСБ должно думать, как сохранить сделку с Китаем, а не разорвать. Вот он этим и занимается в течение всего этого фильма. И кажется, это сначала странно, мне это показалось даже лишним и мелким сначала, думаю, что у него какой-то газовый контракт, газовый контракт-то колоссальный на колоссальные сроки, и это начало этого процесса. Сейчас у нас закупает Китай продовольствия с удовольствием, даже те конфеты, в которых везде пальмовое масло, забирают и съедают, потому что Китай большая страна. И там, видите ли, у нас не хотят принимать наши, так сказать, продукцию, да там её Китай заберёт с потрохами, там полбиллиард 300 человек, поэтому вот нам рынок, поэтому при союзе с Китаем, хотя бы союз чисто экономический такой, чисто торговый союз, который связан с известным сотрудничеством, позволяет нам существовать, несмотря ни на какие санкции. Ну и бог с ними, с этими санкциями, они только помогают. А зачем же тогда в первую очередь строили газопроводы в Германию, они тянули какую-нибудь силу хибели? А тогда, когда строили, думали, думали, что будет там, вот у нас дружба, а вот сказал дядя Сэм. Ну то есть, когда думали, то вперёд ничего не видели, и про вперёд ничего не думали. А теперь, кто не видел, тому показали, что здесь всё ненадёжно. Посмотрите, с турками договорились по поводу газопровода, с другими, значит, Болгарией, цыкнули на Болгарию и сказали, всё, через вашу территорию не проходит. А мы бы хотели, а мы бы, всё, всё, не проходит, всё. И ещё одна ветка, которая в Европу, т.е. нам просто поставили ситуацию, сложили её таким образом, что надо двигаться на восток. Ну и Ленин говорил, надо их на восток обращать, взор на восток. Странная постановка вопроса. Почему сразу не надо было двигаться на восток? А потому что люди учатся из жизни, не из науки. Тут дело, что учатся учёные. Я думаю, что вот такие посты на самом верху, они вовсе не для того, чтобы чему-то учиться, иначе получается, что над нами, как над тараканами, какие-то опыты ставят, да, и этим посыпем. Так вот пусть посмотрят фильмы, научатся, это же долго изучать науку, а вот пусть фильм посмотрят хорошие. Это круто, руководство на сериалах. Да, я очень бы советовал. Ну там же был человек, который много снимался в сериалах про милицию, и поэтому консультанта из Бельгейской среды не нужно было привлекать. Нам актёр всё расскажет, он много снимался. А вы вспомните, эта все наша пятая колонна, она обычно говорит, вот Ленина цитирует, что самым важным для нас является кино. Ленин говорил, что самым важным является кино. Они цитируют не так, они цитируют, самым важным является кино и цирк. Когда им говорят, что цирка там нет, ну как же, как же. Когда говорят, что это не Ленин сказал, а Луначарский написал. Письме. Ну тут вообще уже что-то вот такое. Дальше у них кухарка руководит государством, хотя прямо наоборот сказано. Ну если важным является кино, так надо смотреть. Павушинского признания. Хотя сказано прямо противоположно. Нет, у человека нет проблем. Ну если я сказал, это Рыбаков, сволочь. Если я руководитель страны и хочу посмотреть, что смотрят миллионы, так мне надо посмотреть, иначе как же управлять-то страной. Да, вот это важно. А это как раз вот в сфере кино. Это вот если бы в нашей сфере кто-то ещё выступил и что-то написал, ну и что написали, и десятилетия будут проходить. А это прямо идёт к людям. Ну я вот замечу, что… Тогда им нужно Человека-паука смотреть в первую очередь, потому что Человека-паука смотрят гораздо больше, чем Спящих. Кстати, обращал внимание, что во всех этих комиксах они сначала всегда, Человеке-пауке, бьются с уличной преступностью, хотя, как известно, её в Америке просто нет. Можно ходить, там благорацветание и всё такое. А заканчивается это всегда выходом на городского прокурора, который всё это крышу и токается, хотя коррупции там, как известно, нет. А потом вы обратите внимание, что вот это, я думаю, что не те, которые завербованы, а те, которые как раз никогда не спят, которые всё время бодрствуют. Вот те, которые бодрствуют, наехали на режиссёра. Вот как раз про это хотелось бы сказать. Вот, они наехали на режиссёра и начали так его, сказать, лязь, что это человек такой, который вроде как неспособный. Михаил Васильевич, скажу, что зрительская аудитория фильм восприняла сериал крайне благосклонно, всем понравилось. То есть, как мы понимаем, кино снимают не для кинокритиков и не для экспертов в различных областях, вот снимают для зрителей. Да. Зрителям понравилось. То есть, говорят, уже второй сезон там начали клепать. Ну, подразумевается концерт. Про Украину там будет, да. Да, что продолжение будет. А ряд граждан адски возбудился. Очень даже. Вот, прям как в поговорке, на воре шапка горит. Как же так? Нельзя же так политься-то вот так вот откровенно кричать. Ну, видимо, они люди, видимо, они думали, что они в большинстве. Надо сказать, что вот некоторая наша либеральная публика, она ещё не привыкла жить в меньшинстве. Она уже знает, а почему вот Сталин везде больше собирает во всех опросах, Ленин, почему люди относятся положительно к революции большое количество, а почему молодёжь, если бы сейчас вот вернуться на сто лет назад, то она проголосовала бы за большевиков, и они продолжают делать. Не надо возвращаться на сто лет назад, достаточно послушать детей, которые поддерживают Лёху Навального, у них сплошь коммунистические идеи, они, правда, этого не понимают. Они этого не понимают, потому что Навальный хитрый, так сказать, деятель, в чём его хитрость? А он, скажем, выступает за борьбу с коррупцией, т.е. на негативе он работает, я против. Вот если вы сейчас будете говорить, куда вы не пойдёте, то у нас будет полное единство, мы туда не пойдём, туда не пойдём, а как только мы начнём говорить, куда мы пойдём, то вы пойдёте туда, вы туда, я не спрашиваю, я знаю, что мы в разные места пойдём, а он никогда не говорит, куда он пойдёт, куда он зовёт, и так далее. Это лишнее. Но люди, которые его слушают и даже его поддерживают, они исходят из того, что, так не годится, как у нас есть, надо по-другому, и они действительно настроены вполне коммунистически. Но вопрос-то в другом. Вот это самая, условно назовём, пятая колонна для понимания, вот в кино наглядно показано, что эти люди работают на разрушение страны, спят они при этом, не спят, там все твари представлены прекрасно, поскольку сценарист вращается в этих кругах, то вся мразотность данных персонажей раскрыта вот в полной мере. Местами я… Сознанием дела и фактуры, про спекту ж бы он не очень, а про всякую гадость… Скрикивал от восторга, насколько вообще видно и понятно. Но вот конкретно показано, эти люди несут в родной стране вред и погибель, и вдруг вы начинаете орать, что «а чё такого?» Зачем так орать? Ведь это же ещё хуже для тебя, когда ты сам себя определяешь. А раньше это получалось, в 90-е годы это получалось, это люди из 90-х. Вот они орут по поводу Немцова, например, что как надо ему памятник поставить, ну мы же знаем, что Немцов разрушил нашу промышленность. За что ему ставим памятник? Промышленность разрушил, он же проводил эту приватизацию, он же всё уничтожал, он же делал то, что произошло в 90-е годы, когда у нас эти предприятия крупнейшие перешли в руки нынешних олигархов, а скажем, тот же Навальный никогда против олигархов не выступает, просто олигархам нужно дешёвое государство, чтобы тут никто денег не брал, а все бы им шли в карман олигархам, вот против олигархов никогда не выступает, обратите внимание. И вот они с того времени, так сказать, привыкли так орать, а уже надо вот сказать этим гражданам, что ваше время прошло, уже люди разобрались, уже разобрались с деньгами. Караул устал. Караул устал, время ваше прошло, вы теперь в меньшинстве, а меньшинство, меньшинство должно подчиняться большинству, и в этом суть демократии. Они, правда, вам скажут, защита интересов меньшинства. Да, конечно, интересы меньшинства продвигать, а интересы большинства игнорировать. Так вот, я хотел бы сказать, обращаясь к главному, к режиссёру, я думаю, что вы, как человек искусства, конечно, имеете более тонкую натуру, чем я, и чем другие, наверное, чем здесь сидят люди, и скажете, что они уже бывало и были в таких случаях. Если на вас так нападает, о чём это говорит? Это говорит о том, что вы сделали что-то выдающееся, во-первых. Выдающееся. Если это было бы просто хорошее, никто бы не заметил. Ну, что-то, так сказать, люди смотрели, и они бы на это не обратили внимания. Но если так сильно ругают, это о чём говорит? Это говорит о том, что вы действительно сделали очень хорошую вещь. Потому что, что говорил Некрасов, я не хочу брать авторитетов из области науки. Я уберу из области вам близкой. Он говорил, что мы слышим звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. Поэтому вот вы получили самую высокую оценку, я считаю. И поэтому это не основание для того, чтобы печалиться или уходить куда-то. А наоборот, основание. Вас поддержали, можно сказать. Отметили. Показали, что вы действительно выдающийся представитель художественного сообщества. И просто мы все ждём, как вы сделаете следующий фильм вместе со своими коллегами, вместе с Минаевым, вместе с Бондарчуком. Просто это было бы очень интересно. И хотелось бы, чтобы вы тут устояли и не падали от всяких там укусов мелких. Это всё пройдёт, это ничего страшного. Но это не мелкие укусы. Тут с другой стороны. Да мелкие люди, у них и мелкие укусы. Ну, что такое они сделали? Ну, пора ли, пора ли. Утихнут скоро. Он станет нерукопожатным. С ним перестанут общаться. А может это да? Выдернут вас из тусовки. Не получится. Вас не позовут туда, вас не позовут сюда. Не получится уже. Вот их скоро не позовут уже. Никуда. На самом деле это нельзя недооценивать, потому что профессиональная тусовка, они же все крайне немногочисленные. Если сейчас говорить про кино, все-всех знают. И просто сообщество коллег – это очень большая сила на самом деле. Как момент влияния на каждого отдельного члена своего этого сообщества, оно, конечно, влияет очень сильно. Это я говорю точно совершенно. А вот в этой же самой тусовке весь очень крупный деятель, например, Сокурок, на днях он высказался, его стали спрашивать про этот фильм, про режиссёра. Режиссёр говорит, очень талантливый. Да. Очень талантливый. Он очень положительно оценил его работу. И всё. Поэтому в этой тусовке тоже уже нет этого единства. Нет, конечно, единства нет. Нет. Нет, конечно. Мне это, собственно, в этом фильме, и развивая вашу мысль, и отчасти, наверное, как-то её дополняя, что ли, я тут оппонировать не хочу, потому что вы всё правильно сказали, а дополнить немного, так сказать, в сторону, или, может быть, даже вширь, да, хотелось бы эту мысль. Потому что у нас, да, у нас есть свои объективные интересы, которые в данный момент совпадают с интересами Китая, просто потому что вместе дружить легче, чем по отдельности. Тем более, имея в виду такого противника огромного, как Соединённые Штаты Америки и их подручные поблок, натовские ястребы, короче говоря. Но тут главный момент, о котором я говорил, и теперь я должен его развить, как раз расширив постулат, который Михаил Васильевич высказал, у нас самое главное, кто должен бы понять, что у нас уже время совсем другое, и могут разорвать кого угодно, и Путина, и Медведева, и весь правящий класс, который они представляют, тоже могут разорвать и растоптать там за очень редким исключением. Но первый, кто этого не понимает, это наш правящий класс, потому что вроде бы какое-то понимание есть, но исходя из действий, вот часть действий вроде бы как делается в пользу, и тут же рядом делается гораздо больше действий, которые идут прямо им же во вред, я не говорю ни про какое построение там первой фазы коммунизма, я говорю просто про выживание элементарно, потому что вот правильно, как было сказано в российской газете, то, что вы сейчас там процитировали, что реальное содержание зарплаты у людей 92% от уровня 2013 года, который был уж почти 5 лет назад. Это значит что? Это значит, что люди наверху подтачивают собственную базу опоры, потому что как только начнётся, а оно может начаться после разгрома Югославии в 1999 году буквально в любую секунду, горячая фаза военного столкновения, воевать-то никто не пойдёт, потому что это же объективно, что вот есть люди, которые работают, и эти же люди должны будут потом идти воевать. У нас теперь высокопрофессиональная армия, ну так она кончится две недели, и должны будут пойти воевать резервисты, а за кого будут воевать эти резервисты, мне интересно. Объясните, зачем? Вот, да, зачем, потому что Родина – это понятие, как известно, не только умозрительное, но ещё и вполне конкретное, потому что тебе предложат воевать за что? За то, чтобы мы сейчас победили Америку, допустим, выжили, а потом нам скажут, давайте-ка вы подтянете пояса и будете страну восстанавливать, а мы… Купим новую яхту и уплывём на Карибы. И мы уплывём на Карибы за такое воевать, я вас уверяю, никто не будет, за кошелёк Чубайса. Чубайса – никто воевать не пойдёт, мотивация настолько низкая сейчас, потому что никто, элементарная, у нас, слава богу, нет никакой войны, у нас не могут объяснить, какая у нас национальная идея, её просто нету. Патриотизм. Опять же, патриотизм – это любовь к Родине, какой конкретно Родине у нас любовь, потому что Родина – это не просто Родина, а это сообщество людей, организованных в общественно-экономическую формацию, у неё должна быть идеология, как минимум, а у нас в Конституции написано, что идеологии у нас нет. У нас не могут внятно объяснить, зачем мы вообще всё это делаем. Денег заработать. Ты отрицаешь антисоветизм, что ли, мы боремся с проклятым прошлым в настоящее время. Не так хорошо, как хлык. Нет, у нас официально, я не говорю, что мы делаем по-настоящему, а официально написано в Конституции, что у нас нет никакой идеологии. Господин Александр, радуйтесь, значит, марксизм скоро будет, официальный идеологий. Всё волнуйтесь, всё хорошо. А вот вам бы написали, и вы сказали, вы против вообще, вы идёте против Конституции, пойдёмте с нами. Нет, это тоже тут имеет. Я, конечно, с вами согласен по-крупному, то, что вы сказали. И хочу отметить, что есть такие рассуждения и сомнения в духе того, что вы сказали, и в правящем классе. Например, значит, товарищ Топилин у нас, министр труда, он говорит, на форуме петербургском, говорит, что надо сделать шестичасовой рабочий день. Да, шестичасовой рабочий день. А дальше и четырёх. Он понимает, что люди вздохнут. А он вас посмотрел? Нет, нет, нет. Фонд рабочего. А у нас такая высокая производительность труда, что можно рабочее время уже сокращать. Да, она в 50 раз выросла. 100 лет назад было 8-часовое рабочение. Сколько можно его держать-то? Ну, сейчас же одна дорога только полтора часа занимает или два на работу. Нет времени у людей ни семьёй заниматься, ни наукой, ни культурой, ни фильмы, сериалы. Какие, говорит, сериалы? Сейчас я кому скажу, когда я буду смотреть сериалы. А возьмите так называемый несчастный офисный планктон. То есть, какие сериалы? Он в 10 часов приходит домой, никого не видит. Да они там-то ничего не делают, ещё и дома ничего не делать будут. Нет, кто-то и делает, они все ничего не делают. Всё время говорят, что в Америке и в Европе высокая производительность труда. Такая маленькая дискуссия пошла между Министерством труда, вот её заместитель Эвелина говорит, что надо повысить зарплату. Если повышена будет зарплата, увеличится спрос, а увеличится спрос, будет предложение. И тогда экономика заработает. Это вот на уровне замминистра. Выступает в российской газете. Какое открытие, чёрт возьми? Открытие, потому что… Видимо, какой-то сериал посмотрели. Открытие, потому что это написано, это позиция, она уже есть, она уже озвучена. Или, скажем, есть же, в конце концов, у нас министр промышленности и торговли, который плюнул на эти банки, которые не дают денег производству, создали, под 5% дают специальные фонды, под 5% дают деньги под программы развития производства, в том числе обороны, в том числе обрабатывающие промышленности, и идёт это дело. То есть, есть там люди, там нет такого строгого единства, поэтому вот другое дело, что им полезно, это посмотреть этот сериал. Очень полезно всем, я бы очень всем порекомендовал. Это долго можно изучать, всё. Я так понимаю, что на ухо там, это дело долгое и трудное, а вот здесь люди, люди искусства могут сделать то, что они не могут сделать какие-нибудь преподаватели, профессора, долго будут рассказывать, да с постным языком, скучно, а тут вот блестяще, всё это разложено и показано, это же здорово. То есть, я хочу сказать, что вот такую же роль он может этот фильм сыграть, как «Вечный зов» в своё время, Анатолий Иванов, так вот этот фильм, а что касается… Мне кажется, художественные достоинства всё-таки несопоставимы, и то, что происходит в «Вечном зове», там же ужас, только из-под дивана смотреть можно и утирать пот ушанкой, тут что-то ничего подобного нет. Это во втором сезоне, будем надеяться, да. То есть, есть куда расти, да? А как же нам? Вот одни твари вербованы, их уже завербовали, и они уже делают гадости осознанно, за деньги получают зарплату, хотят убежать жить куда-то отсюда, а другие вот по собственной воле делают. По собственной воле они это делают, потому что у них башка переформатирована, как у нас на горячо любимых этих, бывших братьях на Украине, вот раз циркулем переформатировали, и теперь все нацисты ненавидим Россию, Советский Союз, русская и всё такое, а как их обратно вернуть? А у нас есть, вот их не вернёшь, а у нас есть такие люди, как Андрей, сейчас есть? Вот Андрей, есть такие люди? Они всегда есть. Так вот, они всегда есть. О чём будем всё эти против, против, против? Да это понятно, это, так сказать, противники России. Ну вот в их руках, например, практически все СМИ находятся, практически все. Отбирать надо из рук. А кого туда назначать? Надо вырастать людей. А вот товарищ Сталин говорил, извините, других писателей у меня для вас нет. Да. По всей видимости, и других журналистов у нас. Так воспитывает надо. Говорил, других людей у меня для вас нет. Точно. Нет других людей, но есть люди, растут, растут же люди. Растут, они есть везде, во всех шферах положительные. Давайте вот, а их тоже не замечают. Вот замечают только вот тех, которые кричат. Поршивые овцы. Давайте будем, ну может и мы плохо это делаем, что мы не поднимаем вот всех людей, которые что-то делают хорошее. Вот пытались поднимать этого Андрея в фильме, а Андрея все равно уклали на Украину пока. Сказали, не знает тебя ФСБ, езжай в Киев. Да. Но с другой стороны. И он такой, как так не знает? Но с другой стороны, там правильно показали, если вы куда-то уезжаете, то вас, конечно, никто не знает, иначе вам будет еще хуже. Там очень тонкие оперативные ходы, я готовлюсь уже к невероятному. Там уже не мокрая тряпка, там уже грелки со льдом к башке прикладываешь, надо, чтобы мозг не уломал. Ну потому что, конечно, когда кто-то кому-то позвонил, сказал, что у тебя папа в больнице, а в это время около больницы стоит пойманный разведчик американский. Половина КГБ. А вокруг него таится половина КГБ в этих самых, в париках, в очках. И он проходит мимо, они переглядываются и тут же, понимаете, своего коллегу заворачивают под Микитки и через три секунды. И в подвал его, он уже на детекторе лжи. А с женой поговорить? А узнать, папа в больнице или не в больнице? Слушайте, а телефон-то же не секретный, это же не правительственная связь, узнать, кто звонил, когда звонил, почему. Я ждал, что там всё будет, как в известном фильме, что этот самый детектор лжи будет соединён с электротоком. Мой мозг как-то, как Кротов, с электрическим сулом, чтобы его пытали. Это надо говорить чётко. А зато, смотрите, как чётко показано, когда этого несчастного правозащитника, которого изобразили, что якобы он убит, и не осталось от него молекул, что он взорван полностью. Как его вытащили, и что сделали с теми ребятами, которые записали на телефон и думали это продать? Их раз, 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 их уничтожили, их убили, а как пытали этого правозащитника? Вот мы видим, что попадёте вы в лапы к этим людям. Да и не только к этим. Да, попадёте вы в лапы к этим людям, они с вами будут жесточайшим образом, поэтому будьте внимательны и осторожны. Вообще этот фильм к бдительности, конечно, он призывает, и даже он предупреждает, что вы можете вляпаться очень сильно. Причём незаметно для самого себя. Абсолютно незаметно. Оно происходит. Видите, там ещё одна правозащитница, ничего плохого про неё в фильме не говорится, она никакая не агент. И этот вот товарищ, который, он хочет, чтобы ФСБ боролось с коррупцией, чтобы не было коррупции и крышевания со стороны ФСБ. Что плохого в этом? Ничего плохого нет. Что с ним сделали? Это же не ФСБ с ним сделало, а с ним сделали вот эта пятая колонна и попытались это повесить на ФСБ. И посмотрите, как жестоко с ним, как его пытали там. Это во мне не детектор же лужи. Так что надо понять, что вот люди, которые выступают и говорят о демократии, если бы они дорвались до власти, они бы стали уничтожать, топтать и пытать. Никаких сомнений нет. Так они уже и так делали. Некоторое время у нас там 93-94 год, а потом ещё и открыли некие окна возможностей, куда полезла всякая сволочь, перестреляв, говорят, что-то около 40 тысяч человек за 90-е годы. Ну, на бандитских всяких разных разборках, переделах собственности, я не знаю точно, но это потеряется конкретно. Когда у нас говорят, что у нас не было гражданской войны благодаря Ельцину, я говорю, ну уж извините, а это как называется? Ну, у нас не принято говорить про… Это не война, это просто убивают. Про Чечню, например, не принято говорить, ну там гораздо больше, в общем-то. Я просто за… даже вот я, будучи там студентом ни к чему не причастным, я видел, как стреляют и взрывают на улицах вполне благополучного Питера, вовсе не Чечни. Если у нас скрипачи из филармонии обсуждают, какая бандитская группировка сильнее, то ты же понимаешь, насколько глубоко это внедрено. Ну, а с другой стороны, если мы знаем, что у нас время от времени теракта происходит, в том числе в Ленинграде, в том числе в метро, значит, жить так, что вот само собой вдруг это случайно происходит, наверное, уже нельзя. Уже, наверное, пора уже понять, что это не случайно, что это происходит, что это умышленно делается, что к этому готовятся, что люди, которые, некоторые, которые делают в Москве теракты, живут у нас, например, тихо, мирно, на том же Северном проспекте, в квартирах, хорошо себя ведут. Потом они, люди думают, что они приедут откуда-нибудь с Востока или там из других стран, а они приезжают из Санкт-Петербурга, так сказать, очень просто. А вспомните Невский экспресс? Да. А теперь, значит, после Невского экспресса закупили Сапсан, как будто, а этот Невский экспресс ещё ходит с такой же скоростью, но никто его не рекламирует, потому что это наше производство, а то немецкое проведутся, и наш сокол стоит в стороночке, а, так сказать, ходит везде Сапсан. А всё это у нас от того, что непонимание, что терроризм, он говорит, как бороться с терроризмом, давайте постреляем ракетами по Сирии, это, конечно, хорошее дело, но это не борьба с терроризмом. Борьба с терроризмом – это уничтожение кормовой базы терроризма внутри собственной страны, потому что пока у нас есть безработные, в чудовищном количестве, безработные – это готовая армия, потому что безработный неуверен в себе, он живёт в постоянном стрессе, у него это… нужно спросить просто у любого психиатра толкового или даже психолога, или даже психоаналитика, что такое состояние постоянной тревожности фоновое, к чему оно ведёт? Оно ведёт к повышенной лоббильности психики, ему можно внушить всё, что угодно, и предложить немного денег. Да он и себя взорвёт, и вас взорвёт, и кого угодно взорвёт, потому что это готовая вербовочная база, вот берите и пользуйтесь. Тем более, если, например, эта вербовочная база не просто из людей, а из людей, ко всему прочему, из рядано подогретых религиозной пропагандой, которая у нас, религиозная пропаганда, ведётся не этими самыми агентами ИГИЛ и прочие, организации запрещённые в Российской Федерации, она ведётся до самого верха, от государства у нас насаждается клерикализм, клерикализм плюс безработица, посмотрите на готовую армию, которым можно вербовать террористов, и кто говорит про мусульман, это не так, мусульмане это не исключение, это просто общее из правила, потому что посмотрите на наших православных братьев, которые вот недавно один из них въехал в Екатеринбурге на машине в кинотеатр, посмотрите на всякие прекрасные организации Черносотина типа 40-40 и прочее, прочее, прочее. Это всё одно к одному, потому что бороться с терроризмом этими террористическими же методами, ну это как это... Нужно, но мало. Да, это прыщи выдавливать, а лечить нужно печень. Вот я хочу присоединиться к этой вашей мысли и к этой идее, и я видел хорошую иллюстрацию, я по делам Гадезы Народная Правда был в Махачкале, и был там на совещании по ценообразованию, там у меня было такое впечатление, что я был в раю в Махачкале, там такое прекрасное отношение, так сказать, такие товарищеские отношения, население, молодые красивые ребята. Если у нас тут катаются в Ленинграде на этих досках на ногах, а там они на руках катались по площади, по Хачкале, по центральной, и там вишни цвели. И на пляже, на котором были люди самых разных национальностей, там, значит, все они загорали, купались, и там прямо сразу выходишь, Каспийское море, красота. И тут же видно, как начинается гора, и там вселение, то есть рай там был. И что в этом раю на сегодняшний день? Вот поезжайте в разные места, вот то, что вы рассказывали, глазницы, пустые глазницы заводов, фабрик, которые уничтожены в эти самые 90-е годы. То же самое, вот, едешь по направлению к Донбаю, налево посмотришь, направо посмотришь, в Черкесск заезжаешь, то же самое, был завод такой, был завод такой, был завод такой. Ну, если людям некуда пойти, молодежи, главное, некому, вот террорист, 19 лет, боевик. А куда идти-то? А куда он, этот боевик, есть ему нечего, ему предлагают учиться, за это платят деньги, деньги, конечно, заграничные, прежде всего. Ему платят деньги, он эти деньги учится, его обучают исламу, тому, всему. Подрывному делу. Подрывному делу. Он учится несколько лет, а потом он говорит, вот тебе ещё деньги, одновременно ему говорят, что ты неверных убьёшь, а сам улетишь, тут же неверные пропадут, а ты улетишь сразу в рай. Ты им ещё и поможешь тем самым. Да, и поможешь. Поэтому уже получаются люди, и здесь они тоже в фильме, кстати, есть. Вот посмотрите этот самый организатор всех этих теракторов и убийств. Он и делает, и будет делать. Вроде бы как ему дают задание, но он и охотно это выполняет задание. Колеблется только вот этот киллер, который, значит, одного зарезала, второго зарезала, третьего зарезала, и готова ещё зарезать, но она сомневается. Там особенно смешно, на мой взгляд, получилась эта вот нынешняя, так сказать, тенденция потуги объяснить, что он не просто так всех убивает, у него непростая личная жизнь сложилась. Вы знаете, он воевал в Чечне, его там куда-то продал командир и ещё что-то там, и вот теперь я там Сунаунсо или с кем там Саунс этим поехал в Чечню, ох, мы там погуляли. Это, видимо, я должен испытывать какое-то сопереживание к данному персонажу и осознать, что он не просто так, тут посвистку из-за кордона бегает и убивает наших саградов, не просто так. У него вот так сложилось, понимаете? Сложиться у него, в моём понимании, должно ровно одно – ему в самом начале фильма должны прострелить башку специально обученные государевые люди, и на этом его проблемы должны закончиться. А вместе с его проблемами должны закончиться проблемы окружающих, и нерассмотрение его сложного внутреннего мира и непростого жизненного пути. Дмитрий, 6 часов эти вот 8 серий занимает, он через 6 часов ему прострелили башку. Это печально, что так поздно. Это, кстати, был режиссёр быков на всякий случай, он роль его играет, это режиссёр. Да, я понимаю. Ну, такая вы хотели сразу его вывести, а он режиссёр, он ещё поиграл. Ну, для меня это выглядит всегда дико, т.е. гламуризация всех вот этих подонков, что у них там любовь какая-то. На самом деле это просто пока необычность, я хочу просто верить, я всё время в лучшие верю, я хочу верить, что это необычность сценаристов основам профессионального мастерства, потому что все посмотрели хорошие западные сериалы, где зло выставлено как минимум интересным и харизматичным, захотели так же, пока так же не получается, просто ещё не овладели, ну, в общем, нехитрыми приёмами, как можно сделать очаровательного негодяя, который все будут понимать, что негодяй, но при этом какой-то он будет, ну, как это, он будет, не будете дерьмодемоном омерзительным, который будет просто, он плохой, потому что он плохой, ему и не сочувствуешь даже. Не, ну, женщина-хиллер же симпатичная, она страдает, она любит. Актриса симпатичная, а сделана тоже очень, конечно, очень топорно она сделана. Лично я к нему никаких положительных чувств не питаю, раскрывайте характер, не раскрывайте. Ну, вот мерзавец, например, Густаво Фринк в известном сериале «Во все тяжкие», надеюсь, мы скоро его обсудим подробно, он мерзавец, каких мало, но при этом он рисован так, что ты чётко понимаешь, что ты негодяй, преступник, всё равно ты ему в определённом смысле сочувствуешь, потому что вокруг вращаются такие же гады. Такие же, да. Да, и он среди них такой атаман харизматичный весьма и ведёт себя достойно периодически, у него там есть какая-то доблесть, ум, отвага, ну и, конечно, мерзкие устремления награбить. А эти-то они сделаны, ну никак они сделаны вообще, но это я, опять же, верю только потому, что пока ещё не владели основами мастерства сценарного. Вот у нас на кафедре социальной философии, философии культурологии, института повышения квалификации в университете был такой работал, уже сейчас он умер, заслуженный деятель науки, доктор философских наук, профессор Саготовский. Он специально написал статью про смертную казнь и написал там вот то, что мы должны принять во внимание, что если человек поднял руку на жизнь другого человека, и если он убил одного, двух или трёх, достаточно одного, он тем самым поставил себя вне человеческого общества. Даже дикие звери, животные, никогда просто так не убивают, ну если они не взбесились, обешенных самих, их надо пристреливать. Они убивают, ну только потому, что они должны съесть, ну волк не ест морковку, заяц съест капусту, волк и капусту не ест, поэтому они убивают с целью, так сказать, живые. Ну волк бывает увлекается. Поэтому если, поэтому если вы, так сказать, увидите человека, который поднял руку на другой, не надо там искать, вот я совершенно с вами согласен, и он как раз и говорил, как представитель науки, что это люди, которые поставили в себя вне человеческого общества, их нужно убивать за стража, и поэтому надо выступать за смертную казнь. У нас был заведующий кафедр, это Уваров Михаил Семёнович, который говорил, ну вот некоторые говорят, а вдруг ошибка была, а вдруг он не он убил, а другое, как-то посчитали, что он. Ну может такое быть? Да, и регулярно бывает. Он говорит, так это очень просто решается, а вы примите решение о том, что он приговорён к смертной казни, и подождите лет 10. Сколько надо? Ну 15 можно подать, ну если надо 20. Он приговорён к смертной казни, а вы всё выясняете, выясняете. Ну наконец выяснили, если через 20 лет, вы приведите потом к исполнению, потому что каждый убийца должен знать, что он будет казнён, а каждый убийца знает, что любого из нас может убить, а ему ничего не будет. Ему точно не убьют, его будут держать в хороших условиях, он будет выходить в интернет, ему будут обеспечивать встречи, как сейчас говорят как брейвик. Увеличить, и всё будет очень хорошо и здорово, и так далее. И поэтому получается, что мы в неравном положении. А известна даже позиция по этому поводу, пусть смертную казнь отменяют господа убийцы. Вы не вычеркивайте её, она, кстати, не вычеркнута из уголовного кодекса, просто у нас моратория. Моратория. Ну не будет убийств, не будет и наказаний за убийство. Это же не самоцель. Вообще вся государственная деятельность, вот эта негативная, она негативная, как отрицание и отрицание. Самого положительного характера они имеют. И вы не убивайте, никто не будет вас. Поэтому председатель Следственного комитета, товарищ Бастрыкин, в систематических средствах массы, которые больше всего этого видят и больше всего наблюдают, и не в фильмах. И когда он приезжает, оказывается, там второй взрыв уже гремит, чтобы его ещё взорвать. Он однозначно говорит, что надо а смертную казнь вести и применять, и б нужно конфисковывать имущество тех, кто всё наворвал. Иначе это всё, это борьба с коррупцией, это пустое дело. Это не борьба. Это абсолютно бессмысленно. Вот. А, конечно, поэтому нечего там копаться в том, что если поднял руку на человека, убиваешь его, значит, вот надо рассматривать вопрос о применении смертной казни. Оно же примитивное. С одной стороны, вот сейчас все говорят про всякие блокчейны, биткоины. Вот если в ваши блокчейны зашить ваши зарплаты, и изменить это нельзя, вот они ваши доходы, а здесь ваши расходы. Если ты чиновник, у тебя есть семья и окружение, а ты где-то деньги воруешь, вот твоя зарплата, а вот ворованные деньги. Это доход. Вроде не видно, но ты же что-то покупаешь постоянно в этот самый блокчейн. Вот твои расходы серьёзно превышают твои доходы, и расходы твоих родственников, связи с которыми устанавливать даже не надо, и так всё видно. Откуда у твоей мамы Рейндж Ровер? Откуда у жены Лексус? Как это у тебя так получается? Ну и, наверное, за это надо ответить. И чтобы за это ответил не только ты, но и твоя мама, и твоя жена, и твои дети. Дадут они на тебя показания? Не дадут? Не можешь отчитаться о затраченных средствах добро? Пожаловать на нары. Вся эта борьба с коррупцией, это чушь какая-то, если вы не изымаете, не конфискуете наворованное. Какой-то бред вообще, и что? Ткнули пальцем, сказали, что он коррупционер, и дальше посадили, ну хорошо. А потом начинается крик, что вы честный человек. А у него там на Западе напрятано миллиардами нашими деньгами, и что? Это всё нормально? Он украл это теперь всё его? Как-то странно. Ну вот мысли, конечно, очень глубокие. А третий сезон надо про борьбу с коррупцией снять, я считаю. Да-да-да. Очень глубокая мысль Клина Александровича о том, что, конечно, в основе борьбы с терроризмом должна лежать экономика, и прежде всего, повышение жизненного уровня трудящего. И образование. И образование. Просто одно и то же, в общем. И образование, и всё прочее. Поэтому, а если вы только берёте одну только сторону, значит, ничего из этого не выйдет, поэтому, конечно, нужно это. Это же совсем древний пример про наш горячо любимый Древний Рим, про испанские войны, где никак было не победить людей, засевших в горах. А победить можно, оказалось, только построив бани, стадионы, лупонарии, и тогда все с гор как ломанулись, потому что там горячая вода, девки, красота вообще. И под каждой берёзы стату императора. Да. А зачем нам на горе сидеть? Ну, то же самое тут при советской власти даже. Люди из Кавказа постоянно ездили шабашить в, так сказать, нашу континентальную Россию. Строили коровники и всякое такое, потому что внутри Кавказских республик, ну, не было там таких производств, на которых мужики могли бы зарабатывать достаточно денег. А тут даже то, что было, поломали, и теперь удивляемся, а что они в лес бегут? Ну, не знаю, что они в лес бегут. И сейчас к нам едут из бывших наших наших... Да куда деваться-то? Там вообще... Я вам так скажу, что в Средней Азии там как в компьютерной игре фоллаут вообще, то есть после ядерного удара вот всё, города брошенные стоят. Города, не предприятия. Я разговаривал с одним товарищем из Азербайкистана несколько лет назад. Говорю, а что вы приехали? Как у вас там жизнь? Да у нас-то жизнь была хорошая. Говорят, я вот цветы продавал, у нас большой дом, у нас два этажа, внизу цветы, наверху квартира. А потом как вот разрушили Советский Союз, и у нас началось такое, говорят, у вас 20 тысяч в средняя зарплата, у нас две тысячи. Поэтому никто никаких наших цветов больше не покупает. Думаете, что узбеки не любят цветы? Любят, но какие цветы, когда они на хлеб не могут собрать? Покупают ещё только русские в Узбекистане. А мы там что сидим? Сидеть можем, но мы там умрём с голоду. Мы приехали сюда. Значит, мы здесь, даже нам здесь меньше платят, но вот мы получим половину по сравнению с тем, что там. В десять раз больше мы получили. В десять раз. И они рассматривают Россию как спасительницу на сегодняшний день. А у нас, между прочим, есть комитет по делам соотечественников, у нас даже записано, что соотечественники – это те люди, которые родились в Советском Союзе, или их дети. Поэтому вот вообще-то говоря, те, кто к нам приезжает, это наши соотечественники, мы, соответственно, к ним и относимся. Ну, понятно, что о порядке надо говорить. Ну, это мы относимся, государство к ним относится совсем не так. Если вы захотите получить российское гражданство, будучи русским даже, и приехать оттуда сюда и получить гражданство, вы тут такое встретите. Так вы, наверное, мало денег заплатили. Так непонятно, кому платить, они ж не у всех берут. А вы всем платите, и тогда получите. А откуда деньги, если зарплата 2000 рублей? А тогда у тебя приехали, если у вас нет денег? Да, да, мы поглачем. Вот, и в итоге у нас получается, что наши соотечественники, например, из солнечного Таджикистана или солнечного не менее Узбекистана приезжают сюда и оказываются в искусственно организованном гетто, где они варятся в собственном соку, нужно подослать одного толкового с хорошо подвешенными языком амиссара. Желательно в мечеть. Да, и всё будет отлично сразу. Тут уже выяснится, что у преступности нет национальности никакой, наркотики распространяются только негодяями, и к этнической преступности никакого отношения вообще не имеет, и прочие другие интересные открытия произойдут. Вот несколько лет назад в Москве была большая забастовка, там есть такая строительная организация Донстрой, название такое, думаю, что это связано с Доном, а это дома особого назначения, такие шикарные дома, очень хорошие, там в этой организации Донстрой работало 30 тысяч человек. Из этих 30 тысяч человек, одна тысяча русские, москвичи, москвичи, которые работали на технике, это они возили на работу и с работы людей, и они обеспечивали эту работу башенных кранов, бульдозеров, экскаваторов и тому подобное. А остальные 29 тысяч, это, так сказать, из стран ближнего зарубежья. И вот была забастовка, связанная с тем, что вот этих самых товарищей из ближнего зарубежья, их не оформляют, нет никаких трудовых договоров, то есть наживают, значит ничего не платят, никаких налогов, то есть наживаются на этом те, кто использует этот самый труд как рабский, тем более уводят, приводят, да, невидимая рука рынка, и забастовала вот эта тысяча человек, а раз тысяча человек забастовала, значит их не привозят на работу, не увозят с работы, и всё это 30 тысяч человек остановились. Понаялась прокуратура, и прокуратура стала требовать оформлять договоры. Приехали депутаты, тогда Шейн приезжал, Тюлькин приезжал, он был депутатом Госдумы, там началось оформление этих договоров, забастовка была только за то, чтобы оформить трудовые договора, за элементарную такую вещь, поэтому, конечно, вот проблемы, которые надо решать. Это они какое-то неправильное внимание привлекли, по уму надо сразу выявить зачинщиков, поломать им ноги, или ещё лучше их убить, и всё, профсоюзное движение на этом заканчивается, всё в Америке давно придумано. И я думаю, что вот, конечно, мы можем сколько угодно говорить, что вот есть там пятая колонна, есть враги России, внутри России, но они ещё имеют такую питательную среду очень большую, благодаря вот тому, что такие у нас дела делаются в экономике, а некоторые товарищи думают, что можно заниматься только внешней политикой. На внешней политике далеко не уедешь, Горбачок занимался внешней политикой, она нужна, но надо понимать, что всё-таки все вопросы коренные упираются в вопросы экономические, и надо эти вопросы решать, надо бы это сделать. Подводя некоторым образом итог. Внешняя форма у сериала замечательная, выглядит чудесно, проблемы поднятые совершенно правильные, творец может чего-то там, сценарист, не понимает, так сказать, в окружающей действительности с точки зрения экономии, работы отдельных организаций, но так называемый тренд ухвачен, верно, наконец-то стало понятно, что нас окружает не плотное кольцо единомышленников, а как раз наоборот, т.е. стало понятно даже тем, кто двигает наше так называемое искусство, так мы его назовём. Ну, вой и организованная травля режиссёра Быкова, говорит о том, что попал в самый нерв седалищный. Подпрыгнули. Все подпрыгнули, и вой стоит по всей земле русской, что же это такое? Тут третьего дня. Нас-то за что? Да. Третьего дня какой-то умалишённый ворвался в редакцию Эхо Москвы, потому что, мягко говоря, вы такой деятельностью занимаетесь, и у вас вообще охраны нет, это, на мой взгляд, категорически неправильно, когда вы возбуждаете людей такими речами, надо пытаться себя хоть как-то, хотя бы организацию ограбить. Создаёте атмосферу ненависти и думаете, что она не проникнет в некоторых сердцах. Ну, они так не считают, но тем не менее… Мы наблюдаем, что они создают атмосферу ненависти. При такой работе, я не знаю, ну хотя бы на входе охраны, а если он с ведром бензина придёт? Вы не успеете ничего сделать. Да там хуже дело, он пришёл с планом якобы помещений, как написано в «Коммерсанте», и попросил охранника эти самые показать, где что, и тогда уже прыснул ему… Может, он три раза туда приходил, его друзья приходили, может, он ролики в Ютьюбе смотрит, как там гости ходят, куда поворачивают и всякое такое, что там рисовать-то. В конце концов, если он зашёл и кого-то конкретно хотел зарезать, походил по кабинетам, посмотрел, увидел. То есть, охрана на нуле. И вот, добрался до журналистки и порезал ей горло. Это чудовищный факт, такого быть не должно, резать нельзя никого. Резать могут только уполномоченные на это государством люди по соответствующей статье законодательства. Не шаляй в войне, это я так сострил тонко, извините. Вот он порезал журналистки горло. Трагический факт. Журналистка в больнице, туда-сюда, и тут же её коллеги начинают писать. Некая, если мне не изменяет память, могу ошибаться, некая Ксения Ларина пишет. Говорят в сериале «Спящие» вот так вот перерезали горло журналистки. Будь ты проклят, Минаев, Быков и все остальные, все, кто это смотрит, суки, удалитесь у меня из Фейсбука и прочее. То есть, ну, по-моему... Она не спящая, Ларина-то не спящая, она всё время бодрствует. Не спит, да, там бодрствует. Она, по-моему, просто дура. Нет. Если говорить так... Товарко-отсёдочная суждение, наверное. Нет, ну что? Ну, реакцию породила самую разнообразную. Ну, т.е. эти люди считают, что, я не знаю, тогда вообще вот как-то это вот в такой диссонанс входит. Если вот это вот кино провоцирует людей бежать резать ваших журналистов, то на что нас провоцирует художественный фильм «Криминальное чтиво», например. Т.е. посмотрев его, все бросились анально насиловать негров, простреливать неграм головы и всякое... Ну, что за чушь? Вы чё вообще несёте? А что нас провоцирует фильм «Левиафан»? О-о-о, тут подводя, так сказать, черту. И вот гражданин Быков опубликовал некий текст, что он уходит из профессии и больше не будет снимать кино. Я, честно говоря, даже не понял. Т.е. мне показалось, что это он так глумится. Я не могу от взрослого человека такое воспринять вот... Ну, это было так. От себя могу сказать, гражданин Быков, не надо заниматься ерундой. Чем жёстче материал, тем сильнее по нему шарашит молот богов. Надо держаться и заниматься тем, чем надо, а не слушать вой идиотов, недовольных чем-то там. Автор «Жги ещё!» Ждём второй сезон. Ждём второй сезон. Сначала про Украину, а потом про коррупцию. Третий сезон. Мы можем даже сценарий проконсультировать. Присылайте, да, сценарий, мы вас научим. Это мы смеёмся, смеёмся, на самом деле это не шутка, это абсолютно серьёзно. Ну почему, можно и обсудить, действительно, это интересно. Легко. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо. Спасибо, Клим. Большое. Стараемся. Кто не смотрел, кто не смотрел сериал спящий. Посмотрите, очень интересно и полезно. Посмотрите, он того заслуживает. А на сегодня всё. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»